Слушайте, это уже было в 2014 году, и тогда у меня много интервью брались, поскольку я был членом общественного совета при милиции сельхозе России и известный аграрный деятель. И я говорил, что на самом деле это произойдет, потому что если вы хотите как-то заместить импортное продовольствие отечественному, вы должны прежде всего дать инвестиции в сельское хозяйство. И тогда через несколько лет будет отдача. В ощество это через два года, в животноводстве через 4-6 лет, на какие-то показатели можно выйти через 8, потому что цикл сельского хозяйства это не полгода. Но если нет инвестиций, то соответственно в будущем инвестиции работают по-разному, но в любом случае через 3-4-5 лет вы можете получить отдачу от инвестиций. Потому что если вы закладываете сады, чтобы импортные яблоки не ввозить, то яблоки могут появиться через определенное время, а не сразу. Но если вы закрыли производство западное, то есть ввоз западного продовольствия, и не дали денег отечественным производителям, то соответственно вряд ли вы можете дождаться увеличения производства на родине, и соответственно не будет никакого импортозамещения. Оно превратится в фикцию, потому что вы можете заместить европейские фрукты африканскими, например, или рыбу из Норвегии, рыбу из Чили, но это все равно не импортозамещение. Поэтому реальных результатов дождаться было сложно, если вы не вкладываете деньги в экономику отечественную. Другое дело, что у нас любят, скажем так, всегда отчитываться чиновники, но это было во все времена, особенно сейчас, то есть достижений никаких, но отчет шикарный. И за счет чего произошло так называемое как будто бы импортозамещение? Ну да, мы стали больше ввозить пальмового масла, соевых всяких продуктов, масложировых продуктов, заменители животных жиров. Мы стали ввозить, ну скажем так, отходы мясопроизводства других стран, из них там делать какие-то мясные продукты. Ну возник вот этот вот реэкспорт, или там не реэкспорт, а скрытый экспорт из Европы через Белоруссию. Но это только ухудшило ситуацию, плюс еще подающие заходы населения. Почему мы считаем, что мы достигли продовольственной безопасности? Потому что мы перестали есть. И реально импортозамещение произошло таким образом. Мы стали меньше ввозить продовольствие, потому что оно привязано к курсу евро, доллара и других валют. У людей денег стало меньше, а продукты стали дороже. Соответственно народ стал меньше потреблять. И вот это вот счастье такое, которое мы производим 90% от потребления. Это не наша заслуга. Это заслуга тех, которые сделали нищими страну. Потому что если нет денег на говядину, люди начинают есть курятину. Если нет денег на курятину, то они начинают есть хлеб. Но это ни в коем случае не является гарантией здорового образа жизни. Есть же такая вещь. Рекомендуем нормы потребления для человека в год овощей, мяса, молока. В общем всего. Это рекомендуемые нормы, которые всемирная организация здравоохранения распространяла по всему миру. Если мы должны есть, например, 90 килограмм мяса и мясопродуктов, а мы едим 70, то это значит мы недоедаем просто. Ну в среднем по стране. Поэтому наши вот эти вот победные реляции нашей власти о том, что мы достигли импортозамещения, на самом деле абсолютное вранье. Честно, импортозамещение вообще надо рассматривать отдельно. Есть общая проблема сельского хозяйства, потому что за эти годы огромное количество людей выехало из сельских территорий. И оно бросило работать на полях. Почему? Потому что жить в селе стало невозможным. И вообще подход к сельскому хозяйству это не подход к производству или какой-то отрасли. Это подход к жизни людей на территории России. Потому что в города всех не запихнешь. Но последняя перепись 16-го года показала, что количество занятых в сельском хозяйстве уменьшилось вдвое. Люди массово покидают сельские территории. Соответственно, и работать-то некому. Второе, это то, что есть глобальные вещи. Такие, как, например, количество лошадиных сил на гектар. Ну и энергооснащенность сельского хозяйства. Она у нас на уровне даже не африканских, а, наверное, уже тропических стран. То есть, вообще, мы не покупаем новую сельскостехнику. Мы не вкладываем деньги в развитие сельского хозяйства. Программа, ну, скажем так, программа развития села, которая так пропагандировалась с правительством, оказалась провалена абсолютно. И новые программы тоже ничего не дают. Потому что в массе своей, ну, там смешные деньги выделяются, там, 300 миллиардов рублей, например. Ну, если сравнить даже с тем, что выделяется там в городе Москва на благоустройство, понять, что, на самом деле, приоритеты властью расставлены. Соответственно, люди, молодые особенно, выезжают из сельской местности. И поэтому кризис кадров налицо. Кризис вот этого модернизации и энергоооруженности тоже налицо. У нас фактически не осталось наших хаотичных технологий. Мы все время завязаны на импортные технологии. Это семена, это машины, доильный аппарат. В общем, все. Без исключения. Так или иначе, у нас импортные, к сожалению. Даже семенной фонд. Ну да, ну, еще раз, это же генетика. Мы сейчас нахватимся, допустим, какими-то успехами в производстве молока. Да, никаких успехов нет. Если бы мы пользовались семенем быков отечественным, то это был бы вообще провал. Благодаря, так сказать, импортных технологий мы еще как-то выживаем. И поэтому за эти годы деградация сельхозпроизводства и общей сельских территорий видна неоруженным глазом. Другое дело, что сделать с этим? Ну, то, что делала в свое время советская власть. Она принимала государственные программы. Во-первых, закрепление кадров на селе. Не мифические, типа, дадим по гектару бесплатно. А реальные программы, огромные деньги были выделены. И, кстати, другие страны мира тоже же, несмотря на то, что они благополучны, идут по пути финансирования доходности сельского хозяйства. Вот американцы сейчас написали, что они, ну, понятно, предвыборный гонд, год, Трамп хотел завоевать голоса избирателей. Но 36% в доходах всех фермеров Америки – это государственные дотации. Если бы нам дали 36% от того, что мы производим, естественно, у нас была совершенно другая ситуация. Люди бы не бросали село, не уезжали бы. Если бы государство не уничтожало больницы, детские сады, школы на сельских территориях, то, конечно, там можно было бы жить. Государство, если бы строило дороги, давало возможность развиваться бизнесу. А знаете, что сейчас, например, цена киловатт-часа для сельских жителей и для производства выше, чем в городе. До 8 рублей, до 9 рублей за киловатт доходит цена на электричество. Что происходит с соляркой в нашей нефтяной державе – это вообще отдельный разговор. Мы все время видим увеличение. Плюс еще Меркурий, Платон, какие-то электронные сертификаты. Теперь маркировка молочной продукции. Все это ложится непосильным временем на себестоимость. Соответственно, себестоимость растет, а доходность от производства сельхозпродукции, потому что нищее население не может купить дорого сельхозпродукцию, она падает. И поэтому, скорее всего, мы увидим дальнейшее падение производства. Хотя, конечно, можно приписками заниматься. Но потом все равно, когда 10 лет назад, в 16-м году, по сравнению с 6-м годом проверяли Российская перепись власть хозяйственная, вдруг выяснилось, что приписки по картофелю, по молоку, по овощам такие, что об этом не сказать нельзя. И после этого Росстат сказал, слушайте, а все отчетности – это на самом деле блеф просто. Да мы и сами видим. Когда в деревне было 100 дворов, и на каждом стояла корова, а теперь никого, ни одного животного нету, и деревни уже нету. Поэтому есть сложности.